Добрый день дорогие мои друзья! Продолжение построения базовой выкройки мужских брюк на большой размер с выступом живота. Итак, мы построили с вами переднюю половинку. Посмотрите, обратите внимание, мы сделали вот это отведение на выступ живота. Потому что нам нужно увеличить ширину шага передней половинки, чтобы животик у нас поместился. Теперь мы строим заднюю половинку. Для этого измеряем расстояние от точки от стрелочки до вот этой точки, она у нас Т1. Делим его пополам и опускаемся на переднюю половинку, вот в эту точку. Точка у нас по женским брюкам была Т5. Затем точку Я3, вот эта точка Я3, отодвигаем влево на 2 см, получается точка Я33. Это делается для того, что у мужчин, как правило, плоские ягодицы. По аналогии с женскими ягодичками, мы от точки Я3 отодвигаемся влево на 3 см, это для плоских ягодиц. Затем от этой точки откладываем баланс 1,1 бедер минус 2 см, 2 опять же для плоских ягодиц, получается 4 см. Отложили 4 см, получилась точка Б, не знаю уже там какая, не важно. Это линия бедер для задней половинки и эти же 4 см откладываем от линии талии передней половинки, это начало линии талии для задней половинки. Находим ширину по бедрам задней половинки. Для этого измеряем ширину бедер передней половинки 30 см и отнимаем эту величину от желаемой ширины брюк. 58 плюс 2 желаемое 60, 60 отнять 30, получится 30. Берем в руки циркуль или сантиметровую линеечку и эти 30 см откладываем вот в этом направлении. Точка Б5 по мужским брючкам у нас идет здесь, точка Б5, а вот эта точка была Б4. По линии талии определяем ширину наших брючек. Для этого полуобхват талии 53 плюс 2, 55 делим пополам 27,5 и учитываем то, что у нас по талии на спинке будет маленькая выточка, скажем полтора сантиметра. И у меня получается 29. Значит, вот из этой точки, вот из этой точки 29 см я откладываю влево и получается у меня Т7 по аналогии с женскими брючками. Делю это расстояние сразу же пополам и влево и вправо по полтора. Это у меня будет маленькая талиевая выточка со стороны спинки. Она у нас совсем коротенькая, 6 см может быть, 5 см и в конце этой выточки обычно строится вот такой вот кармашек сзади. Ну, это не очень важно нам сейчас, мы не будем обращать на это особенно внимания, как я условно его нарисовала. Что нам важно? Нам важно построить верхнюю часть этих брючек. Так, что же у нас тут получилось? Получилось у нас вот это боковой шов был и мы соединяем эти точки Т7 и В5, которые только что получили, вот такой вот линии. Так, вот посмотрим, что у нас дальше получится. Что еще нам нужно сверху сделать? Еще нам нужно измерить расстояние от стрелочки до точки Я33. Это у нас 9,5 см. И отложить его внимание от Я3 вправо 9,5 см. Вот эта точка будет Я5. Остановимся пока на этом моменте, потому что нам нужно сейчас перейти к линии низа. По линии низа 22 см. Делим пополам влево и вправо, откладываем по 11, плюс 1, по 12 см. 24. На 2 см отодвинулись. Так, а по коленочкам только на 1 см. Вот почему-то так меня научила одна уважаемая женщина с большим опытом, когда я захотела научиться строить мужские брюки. Я нашла себе хорошего специалиста, уважаемого у нас в ателье в городе Челябинске. И она рассказала мне то построение брюк, которые она пользовалась всю жизнь во времена Советского Союза. Вот так. И мне это все очень подошло и понравилось. Ну, прекрасно себя зарекомендовала эта практика. Кое-что я сюда добавляю свое, конечно же, не без этого. Но, тем не менее. Вот так вот. Тем не менее. Вот такая у меня получилась картинка. Затем я измеряю длину шага передней половинки. Так, сколько у меня тут получилось? 30 см. Откладываю это на задней половинке. Чуть-чуть ниже я оказалась. Точка Я 51. Ломаю стереотипы и не укорачиваю эту часть, чтобы ее не оттягивать. Затем я спускаюсь сюда на 1 см. Так. Затем вот это расстояние, это точка Я 3. А вот это точка 2. Я делю пополам. У меня получается точка 3. И шов сидения задней половинки у меня проходит через точки. Б4 и точку 3 и уходит в точку Я 21. Вот эта точка у меня Я 21. Вот так у меня получился шов сидения задней половинки. И в общем-то мы с вами заднюю половинку практически построили. И замечательно. Я ее, прежде чем ее обвести, поговорим еще вот о чем. А, ну давайте я ее, кстати, обведу и потом мы вернемся к этому разговору. Время прошло у нас очень мало. Так. Так. Вот так, вот так. Там выточка. Здесь. Сейчас я обведу быстро. Посмотрите, какие хорошие сопряжения вот этих линий. Довольно-таки хорошие, спокойные. И я могу идти дальше. Мне нравится внешний вид. Вот здесь я все сглажу, когда буду обводить. Так. И уйду. Потом вот сюда. Но самое интересное не в этом заключается. Сейчас мы поговорим, вернемся к разговору о выступе живота. Так. Здесь я переход тоже буду сглаживать. Острые уголочки мы не любим. Поэтому никогда их не делайте. Делайте вот так. И сзади это все будет выглядеть. Оттягивать средний шов по спинке, место, где мы сидим, тоже не нужно. Вот так это будет выглядеть, потому что, как правило, ягодицы здесь плоские. Оттягивать нужно чуть-чуть, совсем полтора сантиметра припуска, чтобы он только не затягивал. Увлекаться вот этим всем, как в женских брюках на выпуклой ягодице особенно, нет никакой необходимости. Здесь что нужно добавить? Здесь можно добавить еще вот такой кармашек. Пожалуйста, это по вашему усмотрению. Какой хотите. Длины маленькие, наверное, нарисовала. Но не это главное. А что главное? Обращаю ваше внимание на то, что сегодня у нас был выступ живота. И чтобы этот животик у вас упаковался хорошо, вам нужно увеличить ширину. Надо место для него освободить. Обычно предполагается, что ягодицы выступают у человека. И ширина шага передней половинки, смотрите, какая большая. Вот такая вот большая. Задняя, вернее, половинки. Вот какая большая под ягодицы. Если мы хотим сделать выступ живота, оформить выступ живота, то я бы тоже увеличила ширину шага передней половинки. Для этого, кроме того, что я отодвинулась вот в этом месте на 2 см, как бы освободив место для животика, я еще хочу добавить 1,5, иногда 2 см вот здесь на переднюю половинку. Видите, что я добавляю? Вот этот маленький уголочек дает нам увеличение ширины шага передней половинки. Ну и иногда в каких-то случаях в определенных, если вы видите, что сзади у вас вот это место провисает, возможно на ту же самую величину сократить ширину шага задней половинки. То есть то, что вы добавляете спереди, то и вы убавляете сзади. Но вот этот вопрос я не советую делать прям сразу отрезая все. Сделайте макетик и попробуйте. Убедитесь в этом. То есть проведите эксперимент, подойдет ли это вашему мужчине или нет. Но то, что нужно сделать большое значительное отведение в этом месте и добавить маленькие вот это расстояние, вот это расстояние у вас будет полтора сантиметра. Может быть в некоторых случаях особо важных и два сантиметра, да? И вот это расстояние в обратную сторону сокращайте его тоже где-то один, полтора, то и два сантиметра. Посмотрите, что будет у вас получаться и корректируйте таким образом. Уменьшая ширину шага задней половинки и увеличивая ширину шага. Ширина шага это вот это расстояние, то есть место, которое вы добавляете, вы так вот корректируете. После того, как вы сметаете вот эти брючки, оденете на фигурку, скорее всего и повяжете шнурочек, расправите у вас, соскользнет линия талия под животик. И вот здесь появятся заломы. Поднимите эту точку наверх, постарайтесь ее там удерживать, да? И завяжите шнурочек и скорее всего, что он у вас попросится еще ниже, вот сюда. Ну что ж, так тому и быть. То есть вы знаете, что в индивидуальном пошиве вы всегда будете корректировать положение линии талии и устанавливать эту линию на место по фигурке. Фигурки у всех разные, тем более, когда есть выступ живота, то сами понимаете, сколько возникает проблем. И, ну и что сказать, вот только, собственно говоря, больше мне добавить нечего. Пока отталкивайтесь от этого. Я сейчас еще попробую все-таки построить выкройку на мерке, которую мне прислала Ирина Киреева, хотя у нее там недостаточно снятых мерок. У нее обхват талии 69, обхват бедра у нее 67. Это обхват бедра, это имеется в виду вот эта вот ножка, видимо. Длина изделия 105. Вот все, что она мне отправила, и никаких других... А, обхват бедра 79. То есть у нее вот здесь вот 79, видимо. А посмотрим, сколько у нас обхват бедра вот у этого мужчины. Давайте, мерочка у нас проверочная. Здесь нам Алиса Баринова не дала этой мерки, но я вас прошу проверочку все-таки всегда делать. Смотрите, ширина передней половинки 34, так, а ширина задней половинки 34, кладем сюда, у нас 72. Значит, обхват бедра, обхват бедра у брюк 72. Значит, ширина, обхват бедра у человека должна быть меньше. То есть мерка обхвата бедра должна быть 70 и менее сантиметров. Тогда наши брюченки будут хороши, они на него подойдут. А если у вас мерочка обхвата бедра 79, значит, ну, конечно, это не подойдет. Вот так мы построили выкройку брюк на мужских брюк на большой размер с выступом животика. Все особенности по выступу животика я вам рассказала. Будут вопросы, пожалуйста, пишите, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко.